Продолжение следует... ...проводится с периодичностью 6 месяцев, то кто-то учится, не останавливаясь. Сегодня по Соликамским улицам вновь принеслись пожарные машины. Пункт назначения – микрорайон Клистовка. Пункт назначения – микрорайон Клистовка. При проведении учений мы должны отработать три основные учебные цели – это тренировать, проверить и отработать. В первую очередь пожарным предстояло провести экстренную эвакуацию тех, кто не успел выйти. В то же время остальные бригады готовят оборудование для тушения очага возгорания. Стоит отметить, что у ФОЦа с пожарными выходами все в порядке. Они есть на всех этажах и все они выходят на металлические лестничные пролеты снаружи здания. По одной из таких лестниц и поднялись огнеборцы. Еще одни сотрудники поднялись на крышу с помощью автолестницы. Если честно, то складывалось ощущение большой суматохи. Около здания и тут, и там бегали люди в форме, разъезжали пожарные машины. Уследить разом за работой всех сразу невозможно, ведь у каждого свое задание. Общими усилиями несуществующий огонь потушили за 10 минут. 10, 20 минут облики, даже оборудование. Пострадавших нет. О том, как прошли учения и есть ли недочеты, мы спросили у начальника 10-й пожарной части Павла Баранова. Идеальных объектов не бывает. Все равно есть какие-то недочеты. Либо администрация объекта не срабатывает как надо, либо какие-то действия по персоналу имеют свои недочеты. То есть идеального не бывает? Идеального нет, но мы созданы для того, чтобы учиться. Нет худа без добра. Под лестничными маршами, что с той стороны, что с этой стороны, какие-то материалы хранятся в мешках, убрать все. Тоже при чешесроке, если это у вас на время ремонта, то тогда это определит другое место для хранения. Огнетушители у вас висят почему-то, наверное, высоко. Я, конечно, понимаю, что у вас спортивное сооружение, и что у вас здесь люди, все спортсмены. Но у меня, например, с двухметровой высоты огнетушитель в случае пожара достать будет довольно-таки проблематично. Нормативная высота полтора метра. Все выявленные замечания руководителям и директорам выдаются как рекомендательные письма. И на этом учения заканчиваются. Далее объектом уже занимаются надзорные органы. Администрация учреждения свои задачи выполнила. Есть небольшие замечания, которые будут устранены в самое ближайшее время. Учения полезны. То есть они полезны и для работников нашего учреждения, так и для работников пожарной службы. Ну вот, учения пожарных закончены. Большой спортивный объект проверен. Ну что же, сотрудники справились на отлично. Все покинули помещение в положенное время. Ну а для пожарных это еще один способ показать, на что они способны. Илона Измайловна, Анатолий Соснин, телекомпания Соль-ТВ.